Друзья, всем привет! Если вы слышите мой голос, правильно, вы на Ивлевшеф Ченнел. Осталось совсем немножко и три белых коня, летящую снежную даль, декабрь, январь, февраль, на этот год покинут. Но пока февраль, снега до хрена, жрать как всегда охота. Однозначно могу сказать, что это одно из самых нажористых блюд. Почему? Советую досмотреть до конца, потому что в самом конце я покажу именно фишку этого блюда, феерию. Я даже скажу больше, я ее подрезал у турков. Объясню, все по порядку. Итак, зачастую бывает так, что вы хотите что-то приготовить, а по той или иной причине продукт заморожен. Как в данном случае у меня свиная шея. Не поверите, достал ее вчера утром, сутки почти прошли. Какие же у меня хорошие холодильники марки Ивлев Шеф Продакшн, а? Представляете, за 24 часа ни хрена не мог оттаять шею. Ха-ха-ха, я пошутил. Так же бывает у всех. Ну че греха таить? Че мы будем сейчас выпендриваться и говорить о том, что мы размораживаем в воде либо в микроволновке? Как приготовить офигенное мясо, когда оно наполовину заморожено, но чтобы об этом никто не знал. И с привлечением минимального количества специй и продуктов. Все по порядку. Итак, духовку я включил на 170 градусов. У меня 190, значит у нормальных людей это 170. Пусть она разогревается. Теперь, что касается мяса. Мясо подмороженное. Это свиная шея. Свиная шея это не только буженина и не только шашлык. Поверьте мне, если вы приготовите вот этот рецепт, ну шашлык у вас точно не отойдет на второй план. Хотя, кто знает, потому что это нереальная альтернатива. А? Заинтриговал? Мастер тонкой дипломатической интриги. Ничего не будем обрезать. Ни в коей мере. А просто-напросто мясо слегка подрежем. Не до конца. Пусть оно болтается. Вот эти вот куски мяса. Вообще, это рецепт такой для стола. То есть, это не индивидуальная подача, а именно вот для стола. Когда пришли друзья, родные и близкие, когда хочется что-то там собрать кого-то. Да и когда просто хочется самому себе устроить праздник и сделать что-нибудь такое громадье, которое впоследствии, если вы даже не доедите его на следующий день, из него либо можно будет что-то приготовить, либо, как говорится, еще и доготовить. И вот из этого куска мяса впоследствии можно будет приготовить миллион рецептов. Не верите? Сейчас все поймете. Вот такая вот история. И видите, наполовину, соответственно, оно мороженое. Дальше мою руки пока. В февраль все уже отошли, конечно же, от оливье, от селедки, от холодца и всего остального. Буду надеяться на то, что многие из вас ездили, даже отдохнули, неважно куда. Самое главное, что слегка растрясли жирок, поэтому надо еще чуть его набрать. Так вот, обильно солим, как всегда, моей копченой соли на ольхе. Вот так, вот прям одну сторону я вот так вот буду солить. И, конечно же, надо постараться, чтобы вот сюда везде, можно это делать очень просто, когда вот так вот надрезали, потом что-нибудь сюда подложили. Видите, у вас все раскрывается. Обильно солим. Отлично, есть. Теперь в ход идут молотый кориандр, гранулированный чеснок, перец, ну и, конечно же, копченая паприка. Начну с чеснока. К этой инфузоре туфельки ходят, омикрон, говорят. Поэтому, чем больше чеснока, тем, соответственно, по старой руссконародной традиции мы понимаем, что все тогда будет у нас хорошо. Не стесняемся. Вот так вот прям, вот так вот, чтобы он везде-везде-везде. Ну и ее величество, копченая паприка. Вот так вот можно, ребят, все это сделать с двух сторон. С этой стороны тоже самое. Паприка, кориандр, сухой чеснок. Вот так вот прям шикарус и карус. Надо слегка руки помыть. Добавляю еще сол, ну а теперь перец. Черный, молотый, но только не белый. Любой другой перец можете использовать, кроме белого. Не нравится мне белый, пахнет навозом, либо какими-то ссаками непонятными. Вообще, белый перец, я уже вам говорил, я использую всего лишь только в одном блюде. Это суп. Он, кстати, у нас есть на канале. Это суп из тыквы и кукурузы. Просто нереальный вкусняшный суп. Дальше его величество идет пергамент. Берем натертую свиную шею и укладываем ее вот сюда. Вот что у нас получается. Вот так, вот так, вот так. Ну а дальше, как вы уже сами понимаете, я беру фольгу и, как вот, четыре слоя укладываю сюда мясо и заворачиваю все это хорошо в фольгу. Ну что, согласны, да? Ленивый же, ленивый способ. Кстати, заметили, я не добавил ни капли масла. Но это все-таки свиная шея, и у свиной шеи есть свой благородный жир. Теперь кладу все это вот в такой вот нами любимый лоток. Воду сюда доливать не буду. Не вижу никакого смысла. И ставлю в духовку на полтора часа. Теперь все очень просто, ребзи. Берем это все мясо. Аккуратно. Лучше всего в фольге, потом поймете почему. Опа, берем. Вот так вот его перекладываем. Вот так вот. Ой, какой здесь аромат, а. Это еще не все. Сливочное масло ставлю разогреваться. Мы берем свежую петрушку и берем розмарин. Дальше все очень просто. Вот так вот розмарин. Жук. Вот так вот его. И вот так вот посыпаем сверху. Вы понимаете, да? Петрушка, наша верная подружка. Вот так вот нарубаем, нарубаем, нарубаем. И вот так вот здесь все это засыпаем. Мы с вами обмазывали мясо гранулированным, ну сухим чесноком. Но надо еще добавить свежечка. Сто процентов. Чую, что нужен свежачок. Поэтому пока сливочное масло растапливается, вот так вот его мну. Здесь уже такая достаточно очень мощная, яркая, брутальная еда. Обязательно к этой свинине нужен хлеб. А обязательно. Лучше всего какой-нибудь лаваш. Такой вот грузинский такой. Хотя можно и армянский лаваш. Какой вообще любите? Либо багет, либо чабату. Обязательно. Потому что это же все будет поливаться раскаленным сливочным маслом. А это все очень хорошо. С чем? Правильно, с хлебом. Итак, сливочное масло. Даем ему очень хорошо накалиться. Обязательно оно должен быть просто как огонь. Просто. Итак, чтобы вы понимали, почему здесь вот я делаю борты такие. Но для того, чтобы еще раз повторяюсь, как я с самого начала говорил, это блюдо вот прям в стол, да. И не факт, что может все сразу съесться. Поэтому можно будет потом раз, закрыть все этой фольгой и убрать в холодильник. Но вы понимаете, мясо до состояния тушенки прям вот пропеклось там. И вот так вот берем и поливаем все это раскаленным сливочным маслом. Вот так вот, которое здесь начинает взаимодействовать со всеми ароматами, розмаринами, чесноками. Во-первых, оно еще само по себе... Оно само по себе еще мясо смягчает. Чесноком, розмарином, петрушкой и сливочным маслом. Это вообще просто бомба нереальная. Я же сказал, нужен лаваш. А дальше все очень просто. Вот так вот, вот сюда вот. Он туда, вон внутрь. Чеснок, розмарин, свинья. Закончим всю эту историю. Начинаем просто есть. Всем спасибо, всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok